Привет всем, друзья! Продолжаем смотреть сериал Саке, восьмая серия. Вы думаете, я не знаю ваши схемы? По-моему, ему снова померечились кнбшники. Давайте узнаем, который мы укладываем на ютуб. Бла-бла-бла, окей, ребята, но я смотрю только в ютуб. Подписывайтесь на канал, скоро будет 20 тысяч, и я буду каждому благодарен, вообще абсолютно, ребят. КМБ я сказал! Коттон ксхайда КМБ, на. Э, алкашня! Вы чё здесь сидите пьёте? Сейчас возьму вас, закрой нахрен, будете сидеть в опорке. Пошли вон отсюда! Заебали эти менты нахуй. А, подожди. Вот видел? Я уже бомжей боюсь. Всех боюсь, братан, у меня депрессия, не смешной. Ладно, поеду я. Мне сейчас с многодетной мамой надо отработать. О, молодец, уже исправляешься. Ладно, ты с КМБ больше не шути. Не называй мне три буквы, пожалуйста. КМБ! Мне кажется, он исправится в итоге. И станет хорошим. Ну, должны же мы увидеть, как актер меняется на протяжении всего сериала. Интереснее, чё будет с Азаматом. Ну, пока он вообще красавчик. А это он к нам. Ну, вы поняли. Ну, вот, шеф. Это чё такой большой, этот? Пуалет, что ли? Да нет, это дом. Похоже, давно ремонта не был. Ну, первый, последний раз. Здравствуйте. Все это там походу делали. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочешь, Кельдингсдир? Уходите. Да. Домашка, я надеюсь, нет? Так себе. Шеф, капец, сынок. Тут детей нечем кормить. Ой, ну всё, не утрен, да? Утрен, мастер-спорт. Проходите. Проходите. Только не развойтесь. Все хорошо. Баллон газовый, да? Ясно. Здесь сколько комнат? Одна. Ах, я просто тень вижу, думал, дверь. А дети где кушают? Здесь и кушают. Ну, и спят, да, здесь? Да. А моются где? Тоже здесь. Короче, всё здесь, да? А по госпрограмме не пытались в очередь вставать? Вставала. Только, кажется, это бесполезно. Как это понять? Бесполезно. Я в прошлом году свою очередь проверяла. Мы были 234-ми. А в этом году проверила. Почему-то оказались 445-ми. Нет, что забрехняет. А замок? Саец, Матвич. Знаете, у нас, по-моему, очередь назад идет. Ну, с такими проблемами многих кто сталкивается. Значит, надо разобраться. Разберемся. Под свой личный контроль. Понял. И в садике, и в школе почему-то очереди назад отходят. Ну, говорят, если в Акимате иметь знакомых и дать 500 долларов, то эту проблему можно решить. А кто это вам сказал? Да все так говорят. Ну, кто конкретно? Я точно не знаю, но об этом все знают. Наверное, кроме вас. Походу, так и получается, да, замок? Кроме меня все знают. Я почему-то не знаю. Разобраться под свой контроль прям. Хорошо? Все, разберемся, Шов. Я вам, как районный Аким, обещаю, что ремонт мы вам сделаем хороший. И детей ваших куда надо устроим. Правда? Конечно. Спасибо большое. А то я уже здесь никому не верю. Ну, если Саяц Аматович обещает, он всегда делает. Так ведь? Конечно, Азаман, конечно. Ну, ладно тогда, что? А где Толи-то у вас? Ну, вон там. Только осторожно. Он еле держится. Лучше потерпеть. Я думаю, дотерпим. Ладно, до свидания. Сауна, Сауна, Сауна. Сауна, Сауна. Надо разобраться. Жаль, те не показали, что у нее много. Бегали бы они там во дворе. Сауна, Сауна, Сауна. Переименовали. Сулай, оказывается, в соседнем районе есть люди, которые более ответственнее выполняют мои просьбы. Ладно, мы это уже решили. Тем более, за вашу занято пробивал. Говорят, он какой-то трусливый стал. Да, мы тоже слышали. Кажется, под ним кто-то копает. Ладно, это его проблемы. Блин, а чему-лифть не накажут. Так, мне к вам просьба, ребята. Да, вас слушаем. Один мой друг хочет открыть сауну в этом районе. Ну, нормальный сауна. С девочками там, стриптиз, все дела, короче. Ну вот, в городе меня с проверками достанут. Вы же сами знаете. А у вас район новый. Пока они доедут до суда, можно нормально поработать. А у нас есть одно здание, которое мы арендуем и оборудуем под сауну. Но только рядом с тем зданием стоят два дома. Значит, соседи будут жаловаться. Даже. А меня этого не надо. Вот поэтому вы должны объяснить народу, что это делается для их блага. Ну, по ушам надо пройтись. Твои друзья с Акиматой умеют же это делать. Да, я думаю, Ага, да, этот вопрос можно спокойно решить. Ну, что? Я там сделаю площадку. Никак там. Что вы там делаете там? А нам надо будет рык. Я сделаю нормальную площадку для народа. Елочки посажу, чтобы мои девочки по ночам выходили, дышали свежим воздухом даже. Жан, я не такая. Перестань меня сравнивать с ними. Тебе нравится? Лео, нравится? А, нет, вы что, Ага, не, не нравится вообще? Значит, ты хочешь сказать? У меня вкус плохой, да? Нет, Ага, нет, не что, у вас хороший вкус? Видишь, какой ты нестабильный. То нет, то да. Безответственный ты. Владик. О. Тебе как, нравится? Все, ладно, я же на другие, чужие девушки не смотрю. Распитание позволяй. А че он вкнул? Че, врет он, да? Аняха. Я просто подавился, извиняюсь. Урожа что-то попала. А, мы решимся. Ну, давай решай. И то вот с Аней будут работать девочки и один мальчик. То есть ты. Мы тебя отправим в Таиланд. Там операцию сделают тебе. Ты будешь обслуживать других мальчиков. Ну, я не шучу. Поняла. Давай, чики-пуки, Влада. Чики-пи-барум. Жан, снова мне не получилось. Сюда иди. Знаешь, в жизни так. Если хочешь, чтобы у тебя все получилось, нужно сильнее загибаться. Вот так. Ну, давай попробуем. Вон, едешь. Ура! Волк тут ворвай, блядь. А че стоим? Какая-то юридика? Конечно, давай. В полном зале. Вчерашняя многодетная мама, надо решить вопрос. Шеф. Я не помню, ты че? Стучать научился, что ли? В смысле? Саэт Саматович? Я не знаю, кто вам это сказал, но я в жизни о вас плохого не говорил. Вот. Тем более, не стучал. Ты слышишь, придурок, я тебе в прямом смысле говорю. Ты же никогда в дверь не стучал, так заходил. Ты че последнее время тормозишь? Бухал, что ли, человек? Нет. Давай, иди, Виша разговаривай. Хорошо. Ага. Короче, вот этой многодетной маме, которой мы обещали ремонт сделать, надо сделать так, чтобы прям под свой контроль, ладно? Ну, это понятно. Но, Саэт Саматович, знаете, это только одна мама. А у нас таких мам очень много. Тем более, кроме многодетных мам, у нас есть и другие проблемы. Ну, садики, больницы, общежития. По ним у нас всегда были вопросы. Я бы решил эти вопросы, но, знаете, у меня руки завязаны. У меня просто руки развяжите, я попробую решить эти вопросы. Тьфу, это же... А кто тебе руки завязал? Как-то это... Я не знаю даже. Первый раз такое слышал от тебя. Не знаю даже. Поверьте мне, когда я к ним заезжаю с проверкой, у них всегда какое-то начальство сверху. Ну, и всегда есть кому позвонить. Так, Азамат, я тебе так скажу, я не знаю, кому они там звонят. Но у меня есть встречное предложение. А давай сделаем так. Так, как сказать, ты будешь моим помощником? Как тебе такое предложение? Я? Да. Но у вас же дауренность. Ну, дауренность это кто это? Туда-сюда документы там принеси, подай. Тем более, видишь, он чуть туповастенький. А ты вот прям, как думай, не помощник. Правильно будет, советник. Вот. Будем советоваться с друг другом. Так сказать, будем бороться с коррупцией. С коррупцией будем бороться в нашем районе. Понимаешь? Слушайте, он же зам. Это же все круче. У обоих как бы одни цели. Мы хотим поднять свой район. Искоренить коррупцию. Правильно? Как тебе мое предложение быть советником? Ну, в принципе, я не против. Тогда для начала обеду все садики нашего района. Отлично. Тут до меня дошло, что в ваш садик очень трудно устроить ребенка. Да. Детей очень много. Мест не хватает. Ну, это понятно. Но при этом те, у кого есть деньги, не замечают этого. И без проблем устраивают сюда своих детей. Причем без очереди. Ну, почему сразу те, у кого есть деньги? А это у вас надо спросить, почему? И дурочку тут не надо включать? Я прекрасно понимаю все эти моменты. И сегодня же решите этот вопрос. Либо у вас будут большие проблемы. А после садиков поеду в районную больницу. А что тут у вас такая очередь на УЗИ? Ну, больных много, а аппарат один. А почему у вас аппарат один? А через дорогу стоит частная платная клиника? Там вот четыре аппарата УЗИ. Даже не знаю. А я вот знаю. Потому что те аппараты, которые стоят там, должны быть здесь. И вы просто сдаете их в аренду и получаете за это деньги. Как это можно понять? Аппарат всегда был один. Даже районный Аким в курсе? Да при чем тут районный Аким? Сейчас я с вами говорю. Вы что тут устроили? Это же больница. Думаете, я не знаю, что вы тут мутите? Если не хотите лишних проблем, сделайте все, как должно было быть. И мне без разницы, кто там в курсе, а кто нет. Немедленно решит вопрос. Понятно? Ясно. И, кстати, с участковыми надо будет лично поговорить. А то предприниматели жалуются. Ясно. Просто, ага, они здесь постоянно мусор оставляют. Соседи жалуются. Слушай, что ты мне тут рассказываешь? Я с ним переговорил, и вот документы. Они мусор вывозят каждый день. И не знают, откуда появляется весь этот мусор. А я знаю. Это все ваших рук дело. Вы каким-то образом оставляете тут мусор, собираете жалобы людей и штрафуете. А после этого у кого будет желание работать? Скажи мне. А? И они о молжок у вас просят помощи. Вы, конечно, помогаете, но не бесплатно же. Так ведь? Че, Джазик? Вы что думаете? Я не знаю все эти ваши схемы. Короче, хватит душить предпринимателей. Им и так нелегко. Если еще раз услышу, разговор будет другой. Понятно? Хорошо. А после больницы и участкового тебе надо бы заехать туда. Как там? Где там проблемы были еще? Об житиях. Об житиях? Вот и прекрасно. Поедешь в об житии. И там. На, держи. Спасибо, конечно. А зачем мне календарь-то? А там указаны ваши дедлайны. Может, хотя бы так ты поймешь, что у тебя проблемы со сроками. И слушайте, вам не кажется, что у вас дохрена объекты? И все ваши объекты проблемные? Ну, вообще-то по тем объектам мы все решили как бы и... Решили? Нет. По тем объектам мы еще будем решать. Когда ремонт должны были сделать? А вы, в общем, смотрите, у нас тут, в общем, по бюджету... Причем тут бюджет? У вас везде, кроме вас, кто-то виноват. Вам же бюджет выделили. А толку? Короче, по бюджету мы же с вашим руководством решили, что... Причем тут мое руководство? Сейчас я спрашиваю, где бюджет? Но, судя по состоянию этого здания, бюджет использовали не по назначению. Правильно? Вы что делаете? Вы сами могли бы жить в таких условиях, а? Да. Да, я помню. Нет, конечно. Конечно, нет. Я на сто процентов уверен, что у вас дома все условия есть. Вы прекрасно понимаете, что тут малообеспеченные семьи живут. У них и так проблем хватает. Короче, переделайте и сделайте, как должно быть. Не то я доведу до сведения прокуратуры и в тюрьме такие условия вам покажутся раем. Ясно? Ты все сделал правильно, Азамат. Эти подрядчики вообще расслабились. Их надо по закону на место ставить. Ты все правильно делаешь. Они вообще охренели уже все. Это же бюджетные деньги. Мы головой отвечаем. Так что все правильно сделал. Пусть вовремя, по срокам все сдают. Ни хрена себе. Все, Савет Саматович, я вас понял. Только вот главное потом, чтобы мне никто не звонил и не давил на меня. В смысле не звонил? Кто на тебя может давить? А? Мы представляем органы власти. Мы за это отвечаем, мы за этим следим. Кто тебе там звонить будет? Мне скажи, вместе их всех задай. Ни хрена себе. На место всех ставить. Ничего не бойся. Я же говорю, мы все главное в рамках закона. Савет Саматович, я вот прям удивлен от вашей честности и справедливости. Видимо, я вас плохо знал. Азамат, я тебе так скажу. Я всегда таким был, на самом деле. Просто, понимаешь, я, так сказать, анализировал, присматривался, смотрел. Вот увидел тебя, вот в тебе есть потенциал, понимаешь? Спасибо. Ты тоже хочешь, как и я. Ты сердцем за народ переживаешь, правильно? Я тоже за народ переживаю. Мы все делаем ради народа. Азамат. У нас район маленький. Мы же хотя бы у себя на районе в системном можем уже поменять, правильно? Главное, чтобы наш народ довольный был. Вот и все. У нас задача маленькая. А этих коррупционеров давить надо нафиг. Вот. Я вас понял. Обязательно поменяем. Ну, я тогда пойду. Ну, давай, работай. Кстати, Савет Саматович, я хотел спросить у вас, а этот Талгат, он чей? Чья Талгат? Фиг его знает, на скотерке, не поймает. Я не знаю. Да не бери в голову, господи, этих Талгатов. Ладно. Все, давай, работай. Все. Меня, Амгминович, бери таким. Ну, я по факту. По факту. Ненавижу коррупционеров. Просто кто-то... Мое место хочет забрать и все. И поэтому что-то мутит. А так я прям народ. За народ я. Слышал бы меня кто-нибудь хоть. Понимал бы хотя бы меня. Не слышит же меня никто. Блин, классно поставлены кадры. И когда Азамат там вообще... Бля, я не знаю. Надо с этим Азаматом что-то делать, бля. Слушай, да Врен же сказал, что ему скоро... Да, блядь, когда его уволят, и сухи дойдут до нашей ханаты, она жки, знаешь, что будет? Из нас друзей у нас сделают подругу. Что ты предлагаешь? Предлагаю нам со мной встретиться с этим Азаматом. Подружиться, что ли? А как? Он же честный. Как ты предлагаешь нам подружиться? Арман, я ему сделаю такое предложение, от которого он точно не откажется. Слушай, я что, думаешь, проканает? Он же Святоша, взятки не берет. А прям у нас все берут. Просто нужно найти подход. Как говорится, семь раз отмер, один раз отрежь, бля. А это тут при чем? Не знаю, просто в голову пришлось, сказал. А если бы тебе в голову смурфики пришли бы? Прямо куток, шиблин, мне в голову что-то приходит в отличие от тебя. Все, поехали. Шеф, можно, да? Занятый, а я же сказал, полчаса меня не тревожит. Это срочно, шеф. Говори. Да там, это, талга мне бомбить. Говорит, это, Азамат, что там будет? Шшш! Шшш! Что за ты, блядь? Срочно, шеф, Срочно, шеф, там этот, мамаша опять... Шшш, глядь! Шшш! 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 Что-то спрашивают, когда новая серия выйдет. Шшш! На самом деле. Так, очередная хорошая серия. Увидели дом матери этой многодетной. Повторюсь, жаль, то что они показали кучу детей и мужа. Ну, она там про мужа, по-моему, говорила к Олегу. Вот. Ну, этого как бы не хватало. Было бы клево, если бы это было на фоне где-то там. Ну, и так, конечно, понятно, то, что в каком состоянии у нее дом и так далее. Сцена с этим, так скажем, злодеем. Классная, конечно. Ну, блин, жаль то, что он не наказал его. Типа, он там грозился его наказать. Ля-ля-ля. За то, что он не выполнит, допустим, его задание по поводу этой улицы. А в итоге говорит то, что уже кто-то сделал. Ну, камон. Там, хотя бы как-нибудь ударили бы его. Я был бы доволен. Вот. Девочка этого главаря ну, так себе отыграла, если честно. Прям, ну, не зашло. На фоне него, ну, и вот этих ребят. То, как она там сдавала текст, так скажем. Не вкатила. Вот. Классный дуэт у Саята. Саят сам отлично, да. И Азамата. Хоть здесь он один вешает лапшу, а другой просто дурак, который, ну, все это дело хавает. Но, круто. Круто смотрится вместе. И что-то как-то сейчас боязно за Азамата. Ну, то, что ему руки сейчас развязали, он пойдет всем вообще абсолютно раздавать люлей. и я предполагал то, что, ну, ему какую-то темную устроят. Но нет. Видимо, с ним тоже хотят как-то договориться. Наверное. Не знаю. У этих, блин, у Талгата капец сколько этих как-то ну, поняли мест, где как соу вылетело. Ну, проектов, короче. С ума сойти. И везде, ну, есть, например, косяки. Ну, блин, что, реально. Ну, хотя они же кореша с этого Саята. Ну, все. Я не знаю, короче, как они там с ним хотят чего-то говориться. Но я надеюсь, у него все будет нормально. Еще такое внимание на этот календарь в конце сделали. Наверное, просто так. Я надеюсь. Саят все так же, конечно, очкует, боится. Я думаю, я все-таки думаю, то, что он станет на правильный путь. И я очень надеюсь, что с Азаматом все будет нормально. Вот. Как вам серия? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.